Всем привет! С вами снова Бьюти Бабушка и фавориты февраля. В этом месяце я немножечко припозднилась с фаворитами, но от этого их стало только больше. Поэтому усаживайтесь поудобнее, давайте смотреть, что же мне в прошлом месяце так приглянулось. И начну я с новинки. Это кушон от корейского люксового бренда Сум 37 из его самой увлажняющей линии Waterfull. И что же так здесь бабушкиному сердечку любо, дорого и мило? Это, во-первых, первый кушон, в котором процент уходовых ингредиентов составляет 65%. Ребята, это просто уходовый крем, который по совместительству работает к кушоном. Это еще не все. Обычно у Сум 37 в этой линии все кушоны снабжены губкой. Мы к ним уже привыкли. На этот раз здесь работает уже в качестве дозатора тонкая сеточка. Это коренным образом меняет все использование кушона в лучшую сторону. Почему? Равномернейшим образом набирается средство. Это действительно что-то потрясающее. Я никогда не думала, что за счет вот такого изменения системы дозатора можно достичь такого успеха. Ложится средство ровненько, ровненько. Это потрясающе. Кушон в двух оттенках, 0,1 и 0,2. На зиму я всегда заказываю 0,1 от этого бренда. И на лето 0,2. Вот 0,2 сейчас на мне. И средство увлажняет кожу. Оно бесподобно уже при нанесении. Когда я промакиваю вот этим вот нежным, очаровательным спонжиком свою кожу, мне кажется, вы знаете, мне кажется, что я увлажняю ее водой. Он охлаждает кожу легонько при нанесении. Слегка матирует. Но матирует не наглухо, а с легким сиянием. С подсветкой такой незаметной, практически интеллигентной, здоровой кожи изнутри. Для жарких стран это просто какая-то находка. Тем более вот с таким эффектом охлаждения. Для обезбоженной кожи. А вообще для кожи абсолютно любого типа. Наикомфортнейший. Фаворит месяца. И мои самые, ну я бы сказала, прохладные рекомендации. Но звучать как-то будет не очень. Мои теплые рекомендации. Следующее средство, которое мне приглянулось. Оно снова подходит к моей кофточке. Но сегодня у меня такая кофточка, которая подходит уже все. Тут трудно что-то подобрать, чтобы не подходило. Бабушка сегодня как свежий весенний салат. И здесь у нас крем с капсулами. Точнее это гель, в котором находятся два разных вида капсул. Этот бренд уже прославился. Меня просили называть бренды. Называю Skin Factory. И этот бренд прославился своими потрясающими ноу-хау. Они используют свои косметики в технологиях изобретения нобелевских лауреатов. У них есть гальванический крем с пептидами. А вот это гальванический крем успокаивающий, ублажающий кожу. Наряду с успокаиванием здесь, конечно же, имеются антивозрастные ингредиенты. Очень мощный комплекс. И осветление пигментации. Похожий крем выпустил MediPill. Но по какой-то загадочной причине, для меня загадочный на ebay, он так и не появился. Была небольшая партия. Бабушка и бабушкины усердные читатели успели ухватить вот этот вот крем. Но если вы не нашли вот такую новинку от MediPill нигде на ebay, не расстраивайтесь. Вот это примерно то же самое. Но оно больше, и оно еще и гальваническое. Что значит гальваническое? Используют заряды электрические. Электрические потоки нашего тела. Мы же, естественно, электричеством-то своим обладаем. Это же физика. И такие средства глубже проникают в кожу. Для жаркого климата что хорошо? Можно взять побольше геля, поменьше крема. Можно взять побольше крема зелененького, будет больше заживляющий эффект. Побольше беленького, будет эффект антипигментационный. То есть, что хотим, то и делаем. Глупости говорят те, кто советует. Все это сразу в банке размешать. Потому что корейцы не идиоты. И размешали бы это все уже при изготовлении. Потому что вот это все готовить нудно, дорого и временно затратно. Поэтому набираем немножко геля, набираем немножко крема. И перемешиваем на руке в нужной нам пропорции. И от себя скажу, ребята, опасайтесь тех советчиков, которые советуют вам использовать средства не как в аннотации. Эти люди не желают вам добра. И если человек в какой-то одной, скажем так, теме обо что несет, ну я не знаю, наверное, он, скажем так, во всей этой теме немножечко плавает. Поэтому не мне как бы вам рассказывать, кого смотреть, кого нет. Но здесь такой вопрос, очень деликатный. Если я вижу блогера, соседку, подружку, неважно, сейчас все советуют, сейчас все все знают, да. Советуют использовать какое-либо средство не по назначению, не по аннотации. Я бегу ронять тапки. Вот так. Следующий фаворит месяца. Посмотрите, какая прелесть. И, конечно же, снова подходит к моей кофточке. Это гель. И гель совершенно уникальный. Корейский бренд косметический, медипил, снова нас радует. И радует вот такой абсолютно волшебной новинкой. Для теплого климата, для отпуска, для жарких стран, для чего угодно. Жирная кожа, супер сухая кожа, но обязательно обезвоженная. Гель имеет воздушнейшую текстуру, в которую вы влюбитесь. Это будет любовь, переходящая в зависимость. Что-то совершенно потрясающее. Основная функция этого геля, это, конечно же, увлажнение и залечивание кожи. Через залечивание, через увлажнение здесь происходит ее омолаживание. Поэтому для девушек, кто не может себе позволить по каким-то причинам многоступенчатый корейский уход, имеет смысл присматриваться именно вот к таким средствам, потому что здесь и гель, и эссенция, здесь все, что угодно в одном флаконе. И это можно использовать для подростков, для деток. Я купила такой же точно своему зятю. У него очень сухая кожа, обезвоженная. И паренек прямо расцвел, потому что, ну, потрясающие, конечно, эффекты. И что еще делает вот этот гель? Он очень сильно смягчает кожу. То есть уже после первого нанесения кожа становится мягкой-мягкой, как щечки младенца. Удивительный гель. Следующие два братца, но они совсем не тунеядцы. И здесь интересно все. Это пудра. Это пудра и хайлайтер от бренда, который кроме них пока еще ничего не выпускает. Но я очень надеюсь, что в самое ближайшее время они нас продолжат радовать своей косметикой. Я обожаю выискивать маленькие корейские бренды. Я обожаю читать потом в комментариях, а что это за неизвестный бренд, мы хотим все от меди пил, мы ничего другого не хотим. Не хотите и не надо. Я выискиваю вот такие находки. Потому что на корейском рынке более двух тысяч брендов, выпускающих косметику. И ограничивать себя каким-то узким кругом было бы по отношению к самим себе негуманно. Что здесь? Это пудра, которая находится в стике. Как мы и пользуемся? Вот так и пользуемся. В течение дня освежаем макияж. Кладем в сумочку. Затем вот это все закрывается. Все. Использовали. Матирует? Отлично. Просто, вы знаете, можно сравнить, наверное, только с японской матирующей пудрой. Но там уже совсем убойная вещь. Когда на пробежке вокруг лица все течет, да? А лицо сухое. И в этой же линии есть хайлайтер. Абсолютно волшебный перламутровый хайлайтер. Очень красивый. Эти потрясающие переливы. Это что-то. Легко растушевывается. Никакой грани. Ну вот, что можно им еще, кроме скул. Давайте нос немножко. Сейчас пипку модно. Подбородочек чуть-чуть. Вот такой. Красота невероятная. И здесь в обеих баночках есть еще и уходовые ингредиенты. Очень, очень, очень надеюсь, что этот бренд будет выпускать декоративную косметику дальше. Молодцы. Идея гениальная. В сумке болтается, никому не мешается. И потрясающе в течение дня используется. Очень рекомендую. Следующее средство. Это крем для шеи. Не успела отгреметь слава корейского знаменитого сопливого крема для шеи от Medifil. Как корейский бренд Тасовунг. 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 Сами просили назвать, теперь мучаетесь. Тасовунг. Выпустил крем для шеи с пептидами и с коллагеном. Консистенция у него на вид, наверное, одна из самых потрясающих, которые я пока держала в руках. Несмотря на такой вот угрожающий, липкий, жирный, кошмарный, сопливый вид, который напоминает мое любимое блюдо, японские бобы нато, которые я ем в промышленных количествах. Для омолаживания, не знаю, помогают, нет, но ем. Этот крем прекрасно впитывается в кожу, исчезает сколько ни нанеси. Какая у него есть особенность? Он сразу улучшает товарный вид кожи шеи. Тут же. Но омолаживающих эффектов, конечно, приходится уже подождать. И в этом креме, что интересно, он создает на шее нечто вроде целебного кокона. Вот как легкий шифоновый шарфик нанесла. И там вот под этим всем кожа омолаживается, что-то там не происходит, какие-то процессы идут интересные. Может, это я уже тут немножко нафантазировала, начинаю потихонечку ехать крышей от такого количества корейских баночек, что неудивительно, да? Но эффекты потрясающие. Где-то через две недели становятся менее заметными поперечные морщинки. У меня поперечных морщинок вот как-то от природы нет. У меня вот здесь вот начинает что-то произрастать, да? Типа пеликаньего мешка, но я с этим борюсь. А вот у ребенка как-то очень рано к 27 годам. Ну, дети поколения айфонов, смартфонов, они вот так все время ходят, поэтому у них морщинки. Очень хорошо за пару недель она вот от этих морщинок практически избавилась. Плюс праймерит нанесла и красавица. Очень интересное средство, советую присмотреться к нему. Следующее средство, это целый набор, наборище. И здесь очень интересные ампулы. Ну, как ампулы? Это крем для кожи вокруг глаз. Пожалуйста, встречайте, любите. Вот в такой интересной упаковке. Бренд CNP, да? Очень такое шпионское какое-то название. И это очень известный косметический корейский бренд, который что только не выпускает. Хорош он в пептидах. Пептиды он готовит шикарно. Калакен у него хороший. Ну, такая замечательная капсула открывается. Легким движением руки. Здесь мы надавливаем. И отсюда выходит крем, который, вы знаете, уже в группе есть, что он волшебник. Уже это даже не от меня идет информация из нашей группы. Он немножечко имеет какой-то оттенок. И буквально в какие-то мгновения промерит кожу до неузнаваемости. То есть эффект косметический, такой декоративный, визуальный, есть сразу. Крем, кроме пептидов, содержит ретинол. Поэтому я использую его на вечер. Крем для кожи вокруг глаз. Борется с гусиными лапками. Борется с мешками. Провислость под глазами. Точно так же очень хорошо работает на проваленных подглазьях. То есть он придает упругости и эластичности этой области. Заново ее восстанавливает. Хороший корейский ретинол. В хорошем корейском приготовлении. Это хорошее, конечно же, средство. Огромный курс ампул. Это очень надолго. И здесь совершенно не нужно зацикливаться на том, что да, там рекомендуется за какое-то время это ампулу использовать. Но здесь крем, ничего с ней не происходит. И то, что я могу сказать, это все корейские вот такие дозированные средства используются значительно дольше. Нам этого в аннотации никто не запрещает. Поэтому все законно, все замечательно. И здесь в наборе еще огромное количество пробников довеском. Это уже кладет не торговец, это кладет нам в подарок бренд. Следующий набор. Волшебная шкатулка, которая всем своим составом вошла в мой весенний уход за кожей. Посмотрите, какая роскошь. Опаньки. Так вот такая роскошь. И это не что иное, как ампула, люксовая, корейская от бренда The History of Wu из его антипигментационной линии. И чем же она хороша? Это линия, которая разрабатывалась для нужд именно возрастной кожи. Для устранения возрастной пигментации. Но, как выяснилось, также она очень хорошо работает на постакне и убирает веснушки. Мне нравятся веснушки, но кому-то они не нравятся и люди хотят их убрать. Роскошное абсолютно оформление. Это что-то невероятное. Смотрите, какая прелесть. Музыка. 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 И здесь вот такие маленькие, малюсенькие ампулы. С прозрачной перламутровой сывороткой. Погремлю вам, чтобы повеселее было. И здесь в наборе, кроме вот этой роскоши, имеется еще и пилинг. И пилинг тоже из этой же линии антипигментационной. Почему бесполезно использовать что-либо от пигментации, не отшелушивая кожу? Хорошим специальным пилингом. Потому что ничего мы не выведем. Верхний слой вот этой вот кожи нужно, конечно же, устранять. Отмерший. И это наиделикатнейший пилинг-скатка. С потрясающе приятной консистенцией. В нем видны маленькие золотые шарики. Они растворяются в коже. И вот этот пилинг я очень рекомендую с этой ампулой вместе использовать. Для хорошего, надежного такого результата. Ну, а без этого красавца, без этой волшебной шкатулки, конечно, видео о фаворитах было бы неполноценным. Наверное, уже даже по отношению к моему мужу, который мне до 8 марта такой роскошный подарок сделал. Кстати, о подарках муж вообще отличился. Где-то числа 1 марта, он сказал, что мой подарок, второй, кроме вот этого набора, будет с насекомыми. Я в свете событий в Европе, когда нам разрешили букашек есть в печенье, подумала, что он купил какую-то, наверное, новомодную печеньку или шоколадку с таракашками или что-то такое подобное. Потому что он, в принципе, может, у него ума хватит. И я, кстати, ничего против насекомых не имею. В Таиланде едят молодые, красивые, ничего, да? Но я начала его доставать. Что же это такое? Он сдался. Он дал новую подсказку. Там будут пчелы. Вы знаете, я настолько люблю мед. Хороший какой-нибудь, изысканный мед. И, к моему огромному разочарованию, это оказался не мед. Это оказались вот такие сережки. Но все равно это были правильные пчелы, они дают правильный мед. Но подарки муж делает вот такие замечательные, странные, но интересные. Но вот этот вот подарок, конечно, удался полностью. Посмотрите, какая роскошь. Я давно мечтала об этом креме. Это корейский люксовый бренд The History of Wu и его лимитированное издание крема для кожи вокруг глаз с фениксом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как феникс возрождается из пепла, так же возрождается от этого средства моя старушачья кожа вокруг глаз. До этого момента я использовала его исключительно вот в таких вот мини-версиях. И, ну, как-то, знаете, самой себе жалко такие вещи покупать все-таки, как бы, да? А тут такой замечательный подарок. Это абсолютно роскошно. Даже в открытом виде выглядит, как амфора. Посмотрите, все продумано. Я не могу успокоиться. Это что-то совершенно сказочное. В наборе есть еще спатула для нанесения крема. Это тоже феникс. Посмотрите, какой. Что-то совершенно невозможное. И в наборе два этажа. Значит, на первом этаже у нас с вами что? Крем и две ампулы. Одна другой возрастнее. Вот это ампула для возрастной кожи. Лифтинг, упругость, эластичность. А вот это для самой возрастной кожи. Это самое уже... Это самое старушащее, что в мире, наверное, найдется. Крем для лица. Давайте посмотрим, что на первом этаже лежит. А на первом этаже лежат тонер, сыворотка и эмульсия из этой же линии. Вот это три недавние баночки, недавно появившиеся у бренда. И они у меня, по-моему, были только в пробниках каких-то где-то. То есть вот бабушка жадничала, но теперь будут у меня вот эти вот все средства использоваться в большом. Поехали дальше. Самая настоящая находка месяца, которую, конечно же, держу кверх ногами. И кофточки, она не подходит от слова вообще, но зато замечательно работает. Это новый, только что вышедший карандаш для бровей от корейского люксового бренда. Это History of Woo. У меня от природы брови черные, но я люблю их подстригать дома ножницами, в ванной. Беру расческу для бороды мужа, почему-то, вот нравится она мне, люблю все чужое. И ножницами подстригаю. При таком способе обработки проплешки неминуемы. И вот эти проплешки, вот этим карандашом замечательно теперь закрываю. Карандаш с темно-коричневым оттенком. Оттенков несколько, правда у меня черный, но он очень гармонично в этих проплешенках смотрится. Чем он мне нравится? Удивительные совершенно заточки, то есть можно сделать тонкую линию, тончайшую, кусочек волоска, да. Можно сделать потолще и уйти в тонкую, наоборот. Можно затушевать, чтобы вот такая вот поверхность была, как акварелью, да, сделанная. И он очень стойкий. Бровь можно тереть. Совершенно любые химические, скажем так, ингредиенты, все это прекрасно держится. Что классно, здесь есть запасной блок. Вот такой запасной блок замечательный, да, сразу делает это средство в два раза дешевле. То есть уже абсолютно не люксовая цена. Отличная новинка. Очень рекомендую. Кореянки вот этим делом заново рисуют себе очень красивые брови целиком. У них с бровями не очень, поэтому все. И еще одно средство, абсолютно потрясающее, это подводка, которая тоже только что вышла от корейского люксового бренда Ахви. Кисточка китайского каллиграфа, наверное. И очень стойкое, хорошее покрытие. Не отпечатывается на верхнем веке, а у меня века возрастное, рифленое, неровное, целлюлитное, как я говорю, жирное и нависшее. То есть, чтобы на моем веке что-то не отпечатывалось, это что-то должно быть очень высокого качества. И тончайшие можно нарисовать линии, очень красивые. Я, в принципе, не великий рисовальщик стрелок, но вот этим карандашом легко справляю, все отлично получается. Супер стойкий, очень красивый. Вот с такими фаворитами я вас сегодня и познакомила. Я очень надеюсь, что это видео было для вас интересным и информативным, и что вы обязательно присмотрели для себя что-нибудь новенькое. Спасибо всем, кто сегодня случайно или же умышленно оказался на моем канале. И до следующего раза. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok